Так, друзья, всем привет! На канале Автоподбор25 находитесь. Напоминаю, кто еще на нас не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня речь пойдет о данном автомобиле. Это автомобиль из той серии, когда человек себе хочет минивэн. Это не минивэн, это микроавтобус, полноценный микроавтобус с тремя, где три ряда сидений, чтобы было очень много места. И у человека бюджет 900-900 тысяч тире миллион. Итак, еще речь в этом видео пойдет о японских пробегах. Кстати, видео будет такое, не сильно большое, но полезное, познавательное. Итак, пробег на данном автомобиле под 150 тысяч. Если быть точным, 134 тысячи. Состояние автомобиля, вы не поверите, оно действительно не как новое, но состояние ближе к новому. Особенно по салону. Не только по салону, да и в принципе внешне по кузову. Итак, сейчас немного о самом автомобиле. Очень хорошая комплектация, гибридная версия, туманки есть, сонары установлены, фары, линзы, хромированная решетка, датчик предстолкновения, 4 камеры кругового обзора. Автомобиль без литья, но практически на новой, посмотрите, практически на новой, на летней резине, все просто блестит. Автомобиль не битый, не крашен. Давайте сейчас вкратце покажу. Бесключевой доступ, две электродвери, брызговики, сзади сонары, метла, камера заднего вида, все есть. Вот, говорю, практически самая полная комплектация на этом автомобиле. Сзади сонаров 4 штуки. Давайте немного покажу то, что он в родной краске автомобиль, белый перламутровый цвет, смотрится со стороны автомобиля, ну, просто шикарно. Как бы сейчас немного такой пыльненький, грязненький, но поверьте, здесь коцак, автомобиль не новый, повторяю, пробег 134 тысячи, да? Коцки есть, какие-то мелкие коцочки, но как? Так, вот как в Японии ездят, 134 тысячи прошел автомобиль, вы сейчас удивитесь по состоянию салона, повторители, видите, тоже хромированные, хромированные ручки, автомобиль не ржавый, докупили, сейчас стоит размер резины 100, по-моему, 195, 195, 65 на 15, докупили резины, видели, да, то, что автомобиль, паковать нужно нормально колеса, докупили колеса, 16 размер, то есть автомобиль будет, он повыше, третий ряд сидений складывается по бокам, посмотрите, багажное отделение, кстати, автомобиль с глонасом, обычно, смотришь, вот эти автомобили, где много пластика, донкрат все имеется, там царапина, там царапина, здесь, здесь, посмотрите на состояние потолка, кстати, комплектация идет, комплектация с двумя печками, придраться, можно сказать, ни к чему, обшивка дверной карты, да, есть мелкие царапины, но это все мелочи, пойдемте посмотрим, состояние салона, как я говорил, электро двери, посмотрите, какая чистота, вот этот пластик, обычно, там поцарапали, там поцарапали, здесь, даже, ребят, намека нету, здесь можно сделать два капитанских кресла, можно подвинуть обратно, штучка у нас это ездит, значит, сидение, естественно, двигаются, получается большой проход на третий ряд сидений, сзади предусмотрен у нас столик, двигается, в принципе, все очень просто, то есть, справится даже, справится даже, ребенок, дальше, можно сделать вот так, здесь такой бардачок, небольшая ниша, ремкомплект, ремкомплект, есть на данном автомобиле, вот, и так, по месту, ваш противно, садитесь сюда, какая там чистота, ну, место здесь реклама не нуждается, также у нас идет столик, вторая печка, дуйка, поручин, ручка, очень удобно выходить, можно подвинуть, посадить сюда, посадить сюда три человека, можно подвинуть вперед, также есть еще небольшая фишка, да, в данном автомобиле, сейчас вам покажу, так, дверь закрываем, электродверь, смотрите, вот это сидение, вот это сидение, его можно сдвинуть, оп, что у нас получается, ну, сюда садиться не будем, не будем лишний раз пачкать, и так, значит, по передней части, со стороны, ну, дверные карты, дверные карты, там идет пластик, небольшая тканевая вставка, здесь, в принципе, то же самое, небольшая тканевая вставка, электростеклоподъемник, хромированная ручка, подножка, родные коврики, бардачок, родной аукционный лист, родной, 134 тысячи, двигатель 2 литра, 147 лошадиных сил, тоже, смотрите, смотрите, какая чистота, пойдемте, посмотрим, подкапотное пространство, стоимость автомобиля 915 тысяч рублей, но плюс, там был торг какой-то, тысяча, по-моему, 10, небольшой, сейчас особо не торгуются, посмотрите, как все блестит, реально, все чистенькое, целенькое, ржавчина, даже, даже намека нет, состояние автомобиля по низу, все, все просто великолепно, и так, давайте зайдем с вами на водительское место, кстати, водительская сидушка ездит вперед, назад, регулируется по высоте, ручник идет, ножной, бензобак, капот, две электродвери, датчик при столкновении, датчик движения по полосе, эко-режим, управление обдометром, дверная карта, руль идет, обычный, обычный пластик, и вот о чем я вам говорил, кстати, вы ходите в масках, соблюдаете режим самоизоляции, или не соблюдаете, можно подвинуть, ну, третьего человека вряд ли мы сюда посадим, да, но тем не менее, можно, можно просто отодвинуть назад, у нас получается огромный проход на второй ряд сидений, также есть у нас подлокотники, подсветка, кнопка старт, стоп, заводим автомобиль, с автомобилем идет два ключа, вот такого плана, с ключа, с брелка, с этого можно открыть дверь, родной магнитофон, ниссановский, есть даже круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, да, но здесь, когда они складываются, у нас уже к этому, не знаю, все уже привыкли, также еще один бардачок, бардачок, аварийка, смотрите, фишка, во-первых, камера идет с траекторией, видите, да, указаны сонары, и четыре камеры, четыре камеры кругового обзора, они есть, можно вот так вывести, боковая камера, очень удобно, где-то парковаться, там выезжать от бордюрки, видно колесо, видна разметка, также есть, также есть AUX на данном автомобиле, прикуриватель, розетка спряталась у нас с вами внизу, вон он там, там, также есть еще какая-то вот непонятная ниша, вон она, не знаю, не знаю, для чего она, ну и такого плана, бардачок сюда влезет, два подстаканника, пробег, как я говорил, сто тридцать четыре тысячи, на этом автомобиле, итак, начинаем движение, начали движение, допустим, камеры у нас включены, да, камеры, они у нас сами отключатся, по подвесочке, на данном автомобиле вопросов нету, знаете, вот, в этом автобусе, ты садишься, ты едешь на нем, у тебя нету, тук-тук-тук, бум-бум-бум, да, безусловно, вот видите, камеры, начали движение, камеры отключились, безусловно, когда ты едешь по грунтовке, ну, какие-то сверчки, они есть, а вот так, посмотрите, не знаю, как в крауне едешь, ну, конечно, до крауна далеко, да, но, тем не менее, в развалочку, ты переваливаешься, такая, ну, как бы сказать, мягенькая подвеска, значит, спидометр у нас электронный, видите, да, здесь у нас сам гибрид, ну, и количество, вот, газку даю, да, количество оборотов, что касается самой гибридной установки, ну, как это, как вам сказать, уже много было сказано, про это, это, наверное, одно, одно название, дальше, значит, что хотелось бы добавить, вот, допустим, колеса, да, многие говорят, там, как колеса, не колеса, ребят, я, если мы покупаем колеса для вас, колеса все упаковываются в пакеты, сейчас мы доедем в транспортную компанию, они все упакуются, разобрутся, да, то есть, чтобы там, ни салон, ни салон, ничего не покоцало, дальше, ходят там какие-то слухи, то, что рынок встал, не встал, там, людей нету, поверьте, люди приезжают, приезжают, вот мы сейчас даже с вами подъедем в транспортную компанию, я покажу, сколько вам там стоит автовозов, вот, то, что автомобили, действительно, действительно покупают, ну, также еще хотелось бы добавить, по комплектациям, есть система i-stop, есть антипробуксовочная система, кто не знает, что такое антипробуксовочная система, есть у нас какой-то ролик, как мы зимой забирали машину на летней резине, вот, ехали в транспортную компанию, на подъезде такой есть небольшой пригорочек, и действительно она помогает, вот эта вот антипробуксовочная система, то есть, грубо говоря, она не дает колесам уйти не за нос, да, а именно, именно в буксах, за счет этого автомобиль вылазит, ладно, дальше видим, видите, да, по какой гребенке мы с вами едем, то есть, говорю, сверчков, стуков, посторонних никаких нету, еще хотелось бы уделить внимание, это просто огромному, широченному лобовому стеклу, с большими стойками, то есть, если бы стойки вот эти были глухие, да, там бы не было кошек, не было стекол, ну, проблематично было бы с обзорностью на данном автомобиле, здесь, поверьте, она великолепная, плюс ко всему, вот я сижу, сижу высоко, да лежу, да лежу, гляжу далеко, мне, мне видно, мне удобно, я чувствую, чувствую габариты автомобиля, что касается расхода топлива на данном автомобиле, не знаю, сколько он будет кушать на западе, там, по ровной местности, по городу Владивостоку, несмотря на то, что это там, какой-то наполовину гибрид, ну, я думаю, у нас он будет кушать литров, по городу, литров 11, по трассе, да, можно будет уложиться, наверное, литров 8, кстати, это был поиск автомобиля, это был автоподбор, автомобиль у нас поедет в город Кемерово, ну, и смотрите, подъехали к транспортной компании, стоит 3 автовоза, 2 автовоза пустых, один уже практически полный, загрузили, вот тоже 2 машины, 2 машины подогнали, поэтому, поэтому не надо говорить, что автомобили у нас не покупают, как оформляется автомобиль, сейчас автомобиль привезли, у нас будет договор, договор на доставку автомобиля, где указаны реквизиты компании, указаны реквизиты отправителя, и покупателя, вот, будет дефектовочная ведомость, где будут указаны все косяки, которые будут найдены на автомобиле, царапины, вмятины, там ржавчины, потертости, и так далее, ну, и соответственно, будут указаны все вложения, которые есть в этом автомобиле, пойдем, составим договорчик. Друзья, пока ждем договор, договор, как я и говорил, колеса складываются, упаковываются, да, то есть, вот отсюда, они никуда не денутся, они, мы их распяли, да, вот, вот таким образом, таким образом, они поедут, ну, и не могу не воспользоваться, да, пока есть немного времени, показать все-таки состояние багажного отделения, уже без колес, посмотрите, в каком оно состоянии, и сейчас его разложить, показать вам, вот таким образом, оно раскладывается, то есть, можно просто разложить одну сидушку, да, и у нас останется багажник, что-то можно сюда положить, посмотрите, место там, в принципе, нормально, плюс есть удобство, ручка, дуйка, столик, про который я говорил, столик, ну, и вот тоже такая небольшая ниша, с подстаканником, дальше, для удобства выхода задних пассажиров, можно потянуть вот этот рычаг, вот этот рычаг, и сидушка, она поедет вперед, ну, и также можно отсюда управлять, вот этой консолью, которая находится, находится посередине, складывается, в принципе, тоже, все очень просто, то есть, сложили спинку, потянули, поднялась, убрали ножку, убрали ножку, ну, и зацепили, все, сидушка, она отсюда, отсюда никуда, не денется, вот таким вот образом все делается очень легко и просто, еще раз, немного внешнего вида, вот реально, это один из самых лучших автомобилей, да, который мы подбирали, напоминаю, у него коцик по кузову, нет, он целый, там, не битый, все детали родные, и мне очень нравится состояние, именно салона. Друзья, ну все, договор составили, ведомость оформили, оформили. На сегодня все, всем пока, кому нужна помощь, обращайтесь, не забывайте подписываться на наш канал.